Так, парни, здорово всем! Меня зовут Тигран и добро пожаловать на мой канал Тест Рунинг. Сегодня я хочу с вами проверить такой миф, что WD-40 убирает царапины на крашеном пластике, на крашеном бампере автомобиля, на пластиковом бампере. Вот, у меня WD-шки нет, у меня есть вот такой вот аналог BL-40. В принципе, то же самое, что по составу, что по действию. Она растворяет ржавчину, да, ну тут в принципе все написано, что она там делает, растворяет ржавчину, удаляет, предохраняет от коррозии, уменьшает трение, устраняет заедание и скрип. И вот, на самом деле, оригинальный WD-40 стоит очень дорого, а то, что продается в магазинах, вот это вот за там 50-80 гривен, это не WD-40, это не оригинальный WD-40. Так, это, обратите внимание, это то, что продается в магазинах, вообще у WD-40, да, вот такое вот название с буквой W, а то, что продается в магазинах, там стоит очень близко, рядышком написаны две буквы W. Если вы почитаете сзади инструкцию, да, там будет четко напечатано, что это две буквы W, вот такие вот две буквы V, не буква W, вот. Поэтому, в принципе, без разницы, что применять, вот, это действие точно такое же, и мы вот этим баллончиком попробуем сейчас устранить царапины на бампере. Мне самому интересно, сработает оно или нет, поэтому смотрите этот видос до конца, я думаю, мы увидим с вами какой-нибудь прикольный результат, либо вообще увидим, что эта фигня все и не работает. Ребят, перед началом ролика, пожалуйста, поставьте этому видосу лайк, либо дизлайк, если вы считаете, что это все кипня, напишите вниз в комментариях, что вы думаете по этому поводу, напишите свое мнение, напишите спасибо. Если вам совсем нечего написать, поставьте плюсики или просто ставьте там спасибо, красавчик или чмо можете написать, потому что ваши комменты, ваши лайки, ваши дизлайки, все это повышает рейтинг моего канала, повышает просмотры и тем самым дает мне мотивацию снимать для вас новые прикольные полезные видосы. Что ж, погнали теперь к автомобилю. Так, вот этот многострадальный Матис, на котором я провожу все опыты, все эксперименты. И вот смотрите, у меня есть царапины на бампере, да, вот видно, вот они большие, вот, вот тут вот вообще глубокая, да, пластика, ну, понятно, такое дело, но такую царапину она не уберет, это ВДшка, потому что здесь уже тупо нету краски, вот, ну, вот эти вот царапины, я думаю, она уберет. И вот вообще ради чего все затевается, вот смотрите, где-то я чухнул, наверное, может быть, об бордюр или я не знаю даже об что, вот, может, об ветку какую-то. Вот эти вот царапины я уверен, в принципе, на 90% по моему опыту, что должно убрать. Давайте пробовать будем. Значит, вот этот вот баллончик ВД-40, проникающая смазка. Кстати, она не содержит силикон, я не знаю, как силикон влияет на краску, но по идее оно его растворить не должно. Но вот что тут написано, нету, да, тут никакого предостережения, пары легковоспламеняемые, баллон под давлением, детям не разбирать и так далее. То есть не написано, что это средство каким-то образом воздействует на краску. Будем надеяться, что оно его не растворит. Давайте пробовать. Так, и тряпкой все это дело будем растирать. Так, ну тут вот сразу можно видеть, что вот царапина была большая, вот это вот черное, понятное дело, оно не уберет. Тут вот, не знаю, может быть уберет, а вот эту верхнюю часть она убирает сразу же мгновенно. Вообще, как эта штука действует? Оно просто забивает царапину своим вот этим вот жирным составом, немножко растворяет верхний слой лака и краски, ну на какие-то там мили-мили чего-то там. Оно, понятное дело, что не потечет и не этот, и таким вот образом убирает вот эти вот царапины, просто убирает, оно саму царапину не убирает, а убирает его внешнее воздействие. Ну вот, внешнее не воздействие, а как-то внешний вид делает более прикольным, чтобы этих царапин было меньше заметно. Так, сюда я не брызгал, давайте брызнем и сразу смотрим. Ну вот оно и так видно, что только брызнул, они сразу же пропали. Так, ну вот что и требовалось, скажем так, увидеть, доказать и показать. Реально оно убирает вот эти вот царапины, но и то не все, смотрите, здесь остаются беленькие такие царапинки, потому что это уже содранная краска. То есть, понятное дело, что краску оно не восстановит и не нарастит. Но вот если царапина по лаку, оно его в принципе отлично убирает. Вот, ну здесь понятное дело, что ВДшка вот эту вот штуку не вылечит, потому что это кусок просто отломанного бампера. Там уже зашпаклевано что-то 150 раз, да и вообще бампер 150 раз спаклеван, даже видно, что вот шпаклевка на нем трескаться начинает. Вот, смотрите, здесь отлично убрала царапину, оставила только вот эту вот и вот эту вот часть. Вот эту вот большую такую царапину была полукруга убрала. Здесь, ну она убрала вот этот вот белый след, конечно царапины еще немного видны. Вот, именно сама вот глубина царапины, то есть видно, что там продавлена именно содрана краска. И вот эти вот белые штуки, она точно тоже все отлично поубирала. Так что фигня эта работает. Вот, и я пробовал делать это с кузовом автомобиля с крыльями, можете посмотреть, вот видос вам вылезла подсказочка. На кузове, на переднем, на заднем крыле я эту штуку делал, она работает. Я пробовал ВДшку променять для полировки фар, фонарей и все эта штука отлично работает. Поэтому можно пользоваться ВДшкой, либо вот этой вот штуковиной, все она будет работать. И по идее этот самый. Сейчас я вам приготовлю, мне вот интересно еще есть тема, уберет ли ВДшка царапины на стекле. Потому что у меня стекла сильно зацарапаны, вот эти вот боковые, да. Вот я думаю видно на них царапины. Вот мне это не нравится, мне это кумарит. Попробуем убрать. Так, ну что ж, ребят, реально эта штука сработала, поэтому можно пользоваться этой фигней. Я думаю, конечно, что результат этот ненадолго, потому что оно либо смоется водой, либо просто так ветром его выдует, все. И там не останется ВДшки, соответственно царапины появятся снова. Но их можно будет потом заделать уже, у меня есть видос, вот можете тоже по этой стрелочке перейти, как заделать царапины, именно реально заделать там с помощью лака и так далее. Вот их не будет видно. Но это доступно каждому, то есть может каждый легко повторить. Я специально снимаю такие видосы, чтобы вы могли это все повторить легко своими руками, то есть без специальных приспособлений, а именно такие вот лайфхаки, такие штуки для жизни, которые стоят копейки, которые может каждый вообще без определенных навыков, без инструментов, без подготовки сделать своими руками. Спасибо большое, ребят, за просмотр, спасибо большое, что вы со мной, ставьте этому видео лайки, если вы, конечно, хотите, ставьте дизлайки, но я считаю, что это не нужно, но это ваше право поставить дизлайк. Поэтому если вы считаете, что видео фуфло, обязательно ставьте дизлайк, обязательно пишите вниз комментарии, вы можете написать как положительный, так и негативный комментарий, вы можете покритиковать, вы можете поспорить со мной. Все вопросы, которые вы задаете мне в комментариях, я на них стараюсь отвечать на стримах Стримы проходят по расписанию, которое указано в шапке канала, там где описание канала Картинка, заставка канала сверху, вы можете посмотреть, какие дни, в какое время проходят стримы Приходите на стримы, задавайте там свои вопросы, я вам на них сразу же в прямом эфире буду отвечать Спасибо большое за просмотр, спасибо большое, что вы со мной Подписывайтесь обязательно на канал, нажимайте колокольчик, чтобы вам приходило оповещение о то время, когда выходят новые ролики Еще раз спасибо большое, что вы смотрели это видео, всем удачи Так, господа, я хотел бы еще добавить такое, сделать вам оконцовочку видео, PS такой добавить Значит, смотрите, для тех, кто, мои подписчики, для тех, кто интересуется, что будет дальше с каналом На канале будет сейчас показан новый проект, будет зимняя жига, подзимний дрифт То есть то, что может повторить каждый абсолютно своими руками Сделать это легко и просто, я в подробностях расскажу как Потому что, я думаю, каждый пацан, молодой человек, мужчина интересуется этой темой Это очень популярно и хотелось бы это сделать, поэтому я долго думал, что бы вам такое вот подготовить И решил это сделать, вот на следующей неделе уже стартует проект с зимней жигой Вот, от вас, ребят, ваша нужна поддержка, нужны ваши лайки видосам, комменты обязательно в видосах нужны Просмотры, конечно же, раскидывайте эти видео в своих социальных сетях Внизу под этим видео и в описании канала есть реквизиты, где вы можете оставить какую-то материальную помощь на развитие проекта Это чисто для строительства корча, вот, не забывайте туда скидывать какие-нибудь копеечки Стримы буду проводить и надо вот добавить в шапку расписание стримов Я думаю, это будет, наверное, среда или четверг и воскресенье, скорее всего Приходите на стримы, будем их делать, ну вот я попробовал сделать в 9 вечера Но поздновато я не учел тот факт, что в Россию, ребят, разное время, да, там сильно длинная Россия Там разные часовые PSA, поэтому будем делать, наверное, пораньше, может быть, часов Всем будем запускать стрим, так, чтобы всем, грубо говоря, всем часовым PSA было более-менее удобно это дело смотреть Спасибо за просмотр, спасибо большое, что вы со мной, всем удачи, пока! Спасибо за просмотр!